Сегодня я расскажу вам свою историю итальянского. Я начала изучать итальянский язык в 2001 году в университете на регионовидении. Мы тогда занимались, если вы думаете, что 2001 год это супер продвинутый год, то ничего подобного. Мы изучали итальянский язык по распечатке вот этой вот книги. У нас не было самой книги, у нас были только распечатки. Это Катерин Катеринов, и эта книга 85 года. 1985 года. Вы можете сами судить о актуальности слов на тот момент. 85 год, она была издана. Мы начали учить в 2001 году, то есть вот здесь она представлена в виде миллиона упражнений. Здесь абсолютно вся грамматика, здесь уровень А1, А2 и B1, B2. Картинок минимальное количество, все черно-белое. И опять же говорю, что это книга, у нас она была в распечатанной форме. Самое главное, конечно, в изучении не книга, а самое главное — преподаватели. И мои преподаватели — это Анастасия Владимировна и Юлия Александровна Стуликова. Я их очень люблю, самые они мои любимые преподаватели. И все, что есть, у меня все они заложили. Я им благодарна, очень их люблю. И благодаря им вот все, что знаю, все это развиваю. В общем, мы занимались по этой книге с Юлией Александровной. У нас было пять пар в неделю, вот очень большой интенсив итальянского. И с Анастасией Владимировной занимались по другим книгам, тоже по распечаткам. Мы заменялись по распечаткам, книг у нас не было. Мама купила мне вот такую книгу, мой учитель книга «Итальянская грамматика». Очень долгое время, 2002 года издание она. Очень долгое время она была моей основной книгой, которую я очень любила, читала ее. Тоже она ведь и без всяких там картинок, потому что в 2002 год не было аутентичных книг, не было ничего. Мы занимались вот по ней, по распечаткам. Это у меня было дома. То есть, в принципе, было очень мало информации, как вы понимаете, не было никакого ютуба, никакого инстаграма. Ничего такого не было. Мы занимались вот конкретно по распечаткам, что-то можно было дома. Я покупала еще диски, знаете, такие диски, где ты повторяешь за интонацией, за интонацией итальянцев и что-то пытаешься в микрофон говорить. То есть, ситуация была вот такая. Я как себе это все видела, как себе это все представляла. Я такой человек, любящий записывать. И здесь я приготовила вот прямо целая кладезь. У меня вот такая тетрадка, потому что моим главным оружием было переписывание и переструктурирование информации. Чему я очень благодарна, что я постоянно каждые полгода переписывала грамматику, которую мы проходили. То есть, переписывала старую и добавляла новую. Каждый раз в новую тетрадку, каждый раз по-новому, каждый раз уже со своего такого, так скажем, знания итальянского, обновленного за полгода. Это происходило два раза в год, на летние и на зимние каникулы, чему я тоже очень благодарна. Здесь, как вы видите, я подобрала еще контрольные работы, потому что с ребятами в университете они узнают этот метод от Анастасии Владимировны, когда мы каждый урок начинали с маленькой контрольной работы. Здесь также я собрала свои сочинения и эту самую тетрадку, в которой переписывала грамматику. А также я нашла записочки, которые мы друг другу писали с Женей, когда мы учились в университете в Перуджи. Это университет, университет при стране Ряперуджа, университет для инстанций в Перуджи, когда мы поехали туда учиться. После двух курсов изучения итальянского в университете нашем мы поехали туда учиться. И тогда не было никаких сотовых телефонов, никаких не было инстаграммов, ничего такого. Поэтому все общение — это записки на уроках. Итак, давайте посмотрим, что я вам приготовила, как же у меня протекало изучение языка. Итак, у нас, естественно, были контрольные работы. Вот у меня, пожалуйста, Таня Т. Маленькие контрольные работы. Андары, виниры, финиры и эссеры нужно было проспрягать. Вот мне поставили за нее бене, потому что я забыла вениты написать. Там мне поставили бене. Вот такой у меня был почерк, очень не похожий на сейчас. Это Анастасия Владимировна на такое все придумывала. Дальше нужно было проспрягать глаголы. Смотрите, манджары — кушать, ведере — видеть, сентиры — слышать. И я тоже спрягала, сделала ошибки. Манджиамо, да. Вейдуно — подумала, что это, да, второе спряжение мне на село уверенно пишет, что это второе спряжение. И тоже мне поставили бене, как вся эссера вере. Поэтому все эти работы — это, знаете, метод, проверены годами, десятилетиями, что нужно постоянно писать маленькие контрольные работы. Видите, что отличница я не была, бене — это еще самые хорошие результаты. Обычно у меня были суф-ин-суф. Вот такое сочинение, допустим. Давайте его рассмотрим. Здесь тоже миллион ошибок. Учиться с ошибками — это нормально, ошибаться — это нормально. И вот сейчас вы все про меня узнаете. «Ла мя фамилья нон а уна дача. Пенсо че сия ун проблема авер уна дача. Ма се ной авэссим уна дача» — посмотрите, как я использую период ипотетико — «Ио потре и андарчи кон и ми генитари пер дивертирчи». Она пишет лучше «Дивертирми». «Ио» — можно было без «ео байтиста». «Уна мя аммика а уна дача» — «Ин кампаня». И пишу, видите, как кампаня, да. «Ла сетимана че млян царса» — она ми ме а инвитато, дґи. Нотом бу я ти метато памомо а? А дандарчи кон леи», «ма ахве во кричина на тот момент много да фаре. Се я овесе авуто лео лео Темпо Ли Беру ци са рэй андата волентери». «Волентери на соццијпкай». «Се я овесе андата кон ле миа аммика, а десу са рэй уна персона репосата», «сарае репосата». «Уна персона ми ня зели псковчик. Зе лео мя аммика ми inviterà alla dacia la settimana prossima io ci andrò con piacere adesso per comprare una dacia ci vogliono molti soldi patamusta molti soldi plurale se i miei avessero i soldi la compravamo la comprerebbero congiuntivo imperfetto con iniziale semplice или imperfetto imperfetto mi piacere молодец вот такое сочинение у меня было на периоды ipotetico когда я уже проверяю сейчас да я уже сама преподаватель естественно ты лучше понимаешь свои ошибки да тут где-то вот in vitari a fare qualcosa то есть сами можно что-то еще исправить уже из того что было исправлено смотришь совсем по другому на свои работы но с огромной благодарностью что у нас проверяли все все работы с комментариями совсем и писали нам такие хвалебные уводзивы а и туризма на европа я сказал тут и европа сама могу исправлять себя уже и вантажей del turismo на европа но я бы сказал и европа и уже да я думаю что на европе неправильно penso che l'europа си он посту идеале при виaggiare ci sono я пишу qualche вантажей qualche вантaggio не исправляет alcuni вантажи del turismo in questa parte del mondo европа и у на пиккола парте для терра и песчо просто ди терра и перчоу си пуо фаре и гиро в европа и нон темпо корто не справляет на бреве пои че соно и паэси диверси и с ул территорио дали европа че соно пиу дирента паэси че ханна ластуре елунга я бас калу унга стори а сейчас че соно мальчий поси давиде рэн кваси дут те лэсит а 25 паэси тратррррррррррррррррррррррррррррррррррррн паэси дали европа а нон а фанно паарде дали унион европе на тот момент видимо перчо нон че ла нецеситааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Домния, visitare molti paesi senza controllo della Aladogana. Si può fare un visto, я писала vista, visto та visa unico, e viaggiare in Francia, Spagna, Italia senza problemi. Voglio dire che per me l'Europa è un bel posto, я писала, я писала, un bel posto dove posso stare per lungo tempo. Penso, тут тоже странно очень звучит, Penso che l'Europa non posso far annuiare. Тоже странно, чем предложение, от Аня T. Я бы сейчас, естественно, так не написала, исправила бы другие какие-то ошибки, если бы я проверяла. Но когда ты видишь и думаешь, почему мне исправили те ошибки, а не другие, я и сама понимаю, что я исправляю, допустим, ошибки какие-то, не все у студентов, которые там есть, потому что ты не можешь все зачеркнуть. И вы видите, что исправляли нам ошибки всегда синим, то есть во всех работах, которые вам показываю, все исправлено синим, то есть никаким альтернативным цветом не исправлено. На самом деле, когда ты проверяешь, ты не должен исправлять все, потому что у тебя работа не может быть красной вся, или зеленой, как я проверяю, зеленым. А ты исправляешь только кое-что. Все исправить невозможно. Естественно, что спустя годы ты написал бы по-другому, но тогда на тот момент что есть, то есть. И я считаю, что абсолютно правильно все исправляют. Кое-что не исправляют, кое-что оставляют как есть, потому что должно быть какой-то оптимизм жизни. Вот моя тетрадь, в которой я переписывала грамматику постоянно. Ну, одна из тетрадей. Здесь итальянский алфавит. Вот я пишу. Числительные числа. Видите, я написала числа, а не числительные. Естественно, что понятно, что сейчас я это написала. Мужской, женский род. Слова исключения. Артикли неопределённые, определённые. Всё это красивенько я переписываю. Как, что писать. Ты постоянно, постоянно это делаешь. Звуки. Презент-индикатива. Как спрягаются глаголы. Всё это выделяется. Это очень всё здорово. Запоминается для припозиционе, предлоги. С чем, как, как они сочиняются, соединяются с артиклями, да, притяжательные местоимения. Вот всё, что мы проходили, я всё переписывала, всё переписывала. Для чего? Для того, чтобы структуризировать всегда эту информацию, да. Например, questo quello quello. Вот я пишу всё заново, заново. Поэтому, в принципе, если вы не ленитесь, если по руке ровите с ошибками, если вы не ленитесь, то очень здорово будет повторять постоянно всё, переписывать, так как это очень здорово влияет на память, потому что у вас по-разному постоянно мозг задействован, то есть он не прошёл что-то и остановился, да. Вы постоянно эту информацию активизируете и пытаетесь её применить уже к тому, что имеете, и постаетесь постоянно её пересортировать, да, тем активнее она используется. Чё, видите, без, например, удаления написала, чё, э, то есть здесь у меня с ошибками они переписаны, то есть здесь я когда уже смотрю сейчас, да, я вижу, что здесь у меня ошибки. Но это всё равно хорошо. Это всё равно хорошо. Почему? Потому что чем больше ты это делаешь, тем лучше это запоминается. И у меня ещё есть кое-что. Записочка одна. Хочу бы отделиться. Я пишу, я так рада, что я смогу купить ту большую сумку, и сейчас я думаю, что я могу её купить, купить побольше сувениров и ещё что-нибудь себе. И я пишу. И Женя меня исправляет, да, то есть мы переписываемся, да, это листочки, которые мы переписываемся на парисе, мы сидим на итальянском в Италии, в Перу, Джо, на занятиях. И переписываемся. И она пишет, во-первых, Я заметила, что у тебя сильно изменился почерк, так странно. То есть вот мы с ней переписываемся, да, она мне исправляет в записочках ошибки. Это очень-очень мило. Вот такой вот у меня опыт изучения итальянского языка, такой эпизод я вам решила рассказать, показать свои работы. Поэтому, если вы ошибаетесь, это очень здорово, что вы ошибаетесь, потому что на ошибках заостряется ваше внимание, вы к ним возвращаетесь и вы их исправляете. Я хочу сказать о том, что итальянский можно выучить, не используя миллион разных учебников, потому что моим учебником дома под спорьем был Италья, но мой учитель книга. И распечатка вот этого учебника, ла-лингва итальяна Катрин Катринов, 85-го года, Перу, Джо, Эдицион и Гуэрра. И мои замечательные преподаватели Анастасия Владимировна и Юлия Александровна, которые вложили в меня любовь в итальянский. И можно выучить итальянский язык, поверьте, используя малое количество материалов, но большое желание, большое вдохновение. Если у тебя хорошие преподаватели, то все пойдет замечательно, учите итальянский, вдохновляйтесь.